Привет, друзья! Сегодня я продолжил заниматься игрушкой морской бой, искать неисправности и исправлять их. Нашел вот еще одну неисправность. Здесь отлетел вот этот контакт от кнопочки пуск. То есть стрелять с этой стороны было нельзя. Стрелять можно было только с этой стороны. Тут проводочки исправны. Я их прозвонил. Также покажу вот ту самую неисправность, которую я первая обнаружил и которая вызвала сбой в этой игре. Вот проводочки, которые идут от батарейного отсека. Это у нас плюс. Вот плюсовый провод идет сюда. Я его прозваниваю с помощью тестера. И мы посмотрим сходу, как я определял сюда и сюда. Вот проводочек тестируется. Все хорошо. А вот минусовый проводочек, который идет вот этот вот. Вроде все нормально, изломов не имеет. Вот. Мы его точно так же прозваниваем. И он не прозванивается. То есть этот провод для того, чтобы игра заработала, мне надо будет заменить. Ну, а теперь небольшое отвлечение. Многие хейтеры, когда видят жало моего паяльника и то, как я паяю, пытаются рассказать мне сказки и научить меня паять. А вот давайте взглянем на игрушку, которая изготовлена на заводе. Вот она принята годной в эксплуатацию по ГОСТу. Ее делали на заводе. То есть я это показывал, где это изготовлено. И посмотрим, как профессионалы паяли микросхемы. И если после этого вы еще поучите меня пайки, то найдите вот ребят или потомков этих ребят и получите пайки их. По-моему, вот такое безобразие, хотя это и паялось волной припоя, на платах недопустимо. На платах заводской сборки. Поэтому, конечно, смеху подобно, когда меня пытаются получать. Не мешало бы, конечно, заменить все эти белые проводочки, но попробую пока так. Восстановим кнопку пуск второго игрока, чтобы можно было запускать торпеды по вражеским пароходам. Так, ну что, несмотря на то, что у меня такой грубый паяльник, я, по-моему, с этой задачей успешно справился. Так, кнопочка исправилась. Теперь немножечко поработаем с шалящим конденсатором. Вот где-то здесь есть непропай. Конденсатор не работал должным образом. Я решил заменить белый провод от батарейного отсека на кусочек провода от елочной гирлянды. Таких проводков у меня после разборки елочной гирлянды множество. И, по-моему, они ток проводят. Сейчас припаяю, прозвоню и будем видеть, насколько все стало лучше или хуже. Так, вот сейчас аккуратненько капельку посадим. По-моему, получилось симпатично. Надо подождать, пока она помутнеет, чтобы не сорвать. А если лень ждать, пинцетиком ее охладим. Если один из таких проводов подвел эту схему, то я решил поменять не только минусовый, но и плюсовый проводочек на такой же провод от гирлянды. Сниму эти белые провода, потому что после сборки может поджидать сюрприз. То есть, я исправлю один провод, а второй, благодаря той же причине, просто перестанет проводить и выйдет из строя. Тут сложного ничего нет. Просто заменю проводочки. Так, ну вот, посадил капельку. Сейчас, наверное, вот так вот выровняю для эстетики. И все хорошо. После перепайки и замены проводов, конечно же, обязательно прозваниваю. Есть ли контакт? Тут есть. И минусовая? Есть. Все хорошо. Раз уж я решился заняться ремонтом этой игрушки, то почему бы мне не модернизировать ее слегка? Избавиться от пальчиковых батареек. Тем более, что в интернете полно гениальнейших роликов, в которых советуют перевести шуруповерт на литий-ионные аккумуляторы. Поэтому сейчас я вам покажу суперспособ, как заменить пальчиковые батарейки, которые приходится покупать и менять, и выкидывать деньги, на литий-ионные аккумуляторы. Смеюсь, конечно. Пусть эта шутка будет шуткой. Тут, конечно, возникает закономерный вопрос, будет ли эта штукенция работать от напряжения в 4,2 вольта или меньше. То есть, от напряжения одной такой банки. Хоть она и сдвоенная, но пусть будет так. Поэтому для начала мы измерим напряжение на этой банке с помощью вольтометра. Так, вот так вот. Что показывает? 4,14 со знаком минус. Я думаю, отрицательное напряжение тоже подойдет. Теперь литий-ионные аккумуляторы надо проверить. Ведь я ж не знаю, тут было 6 батареек, это почти 9 вольт, а тут всего лишь 4,2. Сможет ли данная схема тягаться с таким напряжением? Вместо пальчиковых батареек я сейчас подключаю вот этот самый литий-ионный аккумулятор. И наш шуруповерт, пардон, морской бой, будет запитываться именно от этой системы. Подаю прямо на клеммы батарейного отсека, в котором раньше стояло 6 пальчиковых батареек. И смотрим и слушаем. Индикаторный диод загорелся сразу. Ну или не сразу, а постепенно. Вот какая-то озвучка пошла. И испытываем генератор на микросхемах. Хорошо, вполне сносный звук, для того, чтобы ребятишки поигрались. Хотя аккумуляторы вполне прекрасно бы смотрелись в этом батарейном отсеке, лучше я от него избавлюсь. Возьмем паяльничек. И от плюсовой клеммы нашего батарейного отсека проводочек изымаем. И паяем его к плюсовой клемме аккумулятора. Как я буду потом заряжать аккумуляторы? А бог его знает, сделаю какое-нибудь зарядное устройство. Все, плюс подан. Можно подавать минус. Ну, прежде чем я буду подавать минус, я, наверное, все-таки выключу игрушку. Вот, и теперь долой батарейный отсек. И да здравствуют литий-ионные аккумуляторы. Четкие, мощные и долгоиграющие. Ура, готово. Я припаял. Ну что, проверим, как произошла эта подмена. Так, все надо проверять. Светодиод горит. Звук пищит. Ура! После изъятия старого батарейного отсека, места в игрушке появилось целая куча. И в это место как раз я и размещаю мои литий-ионные аккумуляторы. Крепить я буду с помощью изобретения всех времен и народов скотча обыкновенного. Вот так вот кусочек скотча отмотаю. Потому как все это будет работать ровно до тех пор, пока аккумулятор не сядет. Или ребятам не надоест играться. Вот так. Все. Почти крепко закрепили. Сейчас еще законтрию. Теперь пора смонтировать на место корпус и выключатели. Это процесс творческий, интересный и содержит некоторые ноу-хау, которые я вам, конечно, не покажу. Закручивание крестовых болтов крестовой отверткой – это секретная информация. Как вы знаете, совершенство недостижимо, а фантазия безгранична. И я решил, что маленькая лампочка, которая мне пригодится и так для моих экспериментов, которая моргает во время взрыва, не так интересно и не так будет забавлять друзей моего сына и его самого во время игры. Что там такое вспышка света и небольшой шум? Я решил, раз уж модернизировал на литий-ионные аккумуляторы, продолжить модернизацию. И вместо этой лампочки поначалу хотел сделать мигалку светодиодную. Но потом подумал и решил, а поставлю я вместо нее сирену. Это будет круто, когда тонет вражеский корабль, завывает сирена. Но сирена, наверное, все-таки будет страшновато для друзей моего сына. Все-таки он еще школьник младших классов. А вот такая вот забавная штукенция, которую я изъял из дракона, если запоет, то, наверное, в первый раз, когда будут играть, засмеется кто-нибудь из них обязательно. И я решил вместо этой лампочки вмонтировать вот эту вот небольшую музыкальную систему. Изъяв лампочку, надо убедиться, где тут будет плюс, а где тут будет минус. Поэтому буду использовать прибор и включу игрушку и проверю, с которой стороны будет подаваться плюсик. Потому как вот эти вот штучки, они работают от батареек и надо не перепутать полярность. Испытав парочку игрушечных чипов, я решил, что вот такая звуковая сигнализация попадания будет куда интересней. Это когда снаряд попал в пароход. Вот. По-моему, пора завязывать, пока я не сделал из этого модуля усилителя настоящий усилитель вместе с динамиком. Все. Запаковываем. Хватит. Ну а теперь, мои влюбленные в электронику, друзья, фраза «контрольный выстрел» будет звучать как нельзя кстати. Да, в электронной игре «Морской бой» нам надо произвести контрольный выстрел. Я расположил свою армаду на этом поле, а там, вдали, за рекой, за этим полем спряталась чужая канонерка. И мы будем по ней стрелять. Стрелять вот этим снарядом и пытаться найти, где же она находится с помощью этой игрушки. Итак, делаем пробный выстрел вот сюда. Я поставил вот эту фишку, нажимаю вот эту вот кнопочку красную и делаю выстрел. Мимо ничего не произошло. Ставлю вот здесь вот такой вот водяной белый фонтанчик. А теперь, ну, я заведомо знаю, куда я установил пароход. Вот отсчитаю пять, раз, два, три, четыре, пять. И вот здесь вот где-то находится вражеский эсминец. Ну-ка, стреляем. Есть! Попадание! Отмечаем это попадание красной фишкой. Это типа дым пошел. И стреляем дальше. Как он располагается? Так. Ну-ка. Мимо. Ну, так и происходит вся игра. В общем, игрушку я починил, модернизировал, перевел ее на литий-ионные аккумуляторы и модернизировал в звук попадания. Ну, а на этом все. Теперь мой сын будет играть в морской бой.